Страшный вирус вступил на планету и буквально пожирает ее жителей. Новостные таблоиды сообщают ошеломляющую статистику. По версии специалистов, с каждым днем заразившихся якобы все больше. В Забайкальском крае Роспотребнадзор прочит вторую волну эпидемии. И винят в этом жителей, которые не соблюдают правила безопасности, пренебрегаясь средствами защиты. Но, как оказалось, инфекцию можно подхватить, пользуясь защитными масками и перчатками. А что самое парадоксальное – в стенах медицинских учреждений. Полина и ее соседка по общежитию всегда бережно относились к своему здоровью, однако иммунитет сыграл с ними злую шутку. Подруги простудились и поспешили за помощью к врачам. Однако, как рассказывает одна из девушек, специалисты обращение проигнорировали. Отреагировали лишь после того, как ситуацию мешались родители заболевших. Нас повезли на Каханского в больницу, взяли у нас КТ, где в результатах написано то, что мы не болеем коронавирусом. После чего нас повезли на Черноски, в больницу городскую номер 2. Нас положили в отделение. Мы начали замечать, ну, нам сказали, что там только ОРВИ. Начали замечать то, что врачи ходят в упаковках своих. Вот. На утро нам сообщили о том, что даже с нами в палате лежит девушка с ребенком, у которых подтвердился ковид. И то, что на всем этаже все болеют ковидом. По словам Полины, в больнице было страшно находиться не только из-за опасности подхватить коронавирус. В палату мог зайти любой желающий. Иногда наведывались даже пациенты отделения психиатрии. Испугавшись за свою жизнь, подруги поспешили покинуть медучреждение. А сколько у тебя лежали? День. Ночь полностью. Получается, где-то часам к 8-9 нас туда привезли. Все, мы ночью-то спали и все, и на утро уже. Да, ну, написали отказную. Врач не хотел нам отдавать результаты наши, выписку. Потом полиция приехала, мы вызвали полицию, только потом нам отдали результаты. И если девушкам удалось покинуть больницу здоровыми, то Наталье, сотруднице краевого наркологического диспансера, избежать болезни не удалось. Более того, она продолжала выполнять трудовые обязанности. Как сообщила сама медсестра, на больничной ее не отпустили. 18-го числа нас запускают на работу, хотя всех наших сотрудников 17-го числа уже посадили на больничный. То бишь, нас никто не пообъестил об этом. И нас закрыли на 21 день в стационаре. 21 сутки я там находилась. Хотя у меня ребенок, я мать-одиночка. И со мной, которая медсестра, у нее тоже двое детей. Пациентов становилось все меньше. Только вот причина сокращения их численности – это перевод в моностационар. Практически у всех больных был найден коронавирус. Наталью продолжали держать больницы, ведь по результатам обследования ковид у нее так и не был выявлен. Но спустя непродолжительное время у женщины начали появляться те же самые симптомы. Она перестала чувствовать запахи и вкус еды. Лечилась своими силами, а о диагнозе узнала уже после полного выздоровления и положенного отпуска. Когда я вышла на работу, у нас брали кровь на антитела, ну вот на перенесенный ковид. И вот мне сказали, что у меня, оказывается, как вот у кого увезли в моностационар, у них и вот у меня антитела к этому ковиду. То бишь, как мне эпидемиологи объяснили, что я переболела этим ковидом. Я обратилась за страховым, ну у нас у всех, у кого подтвержденный по мазкам диагноз, им всем выплатили страховку. Это путь на как бы решение. Правда, добиться положенных выплат Наталья не может до сих пор. Сначала начальство предлагало подождать два месяца, пока проведут расследование. После потребовали больничный лист, которого у женщины не оказалось. И даже справка о перенесенном вирусе не стала весомым аргументом. Редакция нашего телеканала обращается ко всем, кто столкнулся с беспределом в больницах города и края. Мы призываем вас ничего не бояться и обращаться к нам за помощью и освещением проблем здравоохранения.